Добрый день, дорогие участники! Я представляю вам задачу девятого класса, а спрос-то нелинейный. Прежде чем мы с вами перейдем к схеме проверки и собственно к решению задачи, мне бы хотелось пару слов сказать о проблеме, которая стоит за этой задачей, с которой она началась. Дело в том, что мир, в котором деловые люди принимают решения, полон неопределенности, неполной информации, а решение принимать нужно. Поэтому, принимая решение, приходится оперировать неполными данными или упрощенным представлением о реальности. И вот этот вопрос интересный, а сколько же мы теряем, если опираемся на неполную или упрощенную модель реальности, это очень интересный вопрос, который, конечно, волнует как деловых людей, бизнесменов, менеджеров, руководителей, так и теоретиков, экономистов, которые изучают реальность. И этот же вопрос волнует авторов задачи Всероссийской Олимпиады школьников по экономике. Само условие задачи коротко представляет собой следующую ситуацию. Фирма, новая на рынке, попробовала предложить две цены, продала определенное количество, и менеджер руководствуется представлениями о линейном спросе. Исходя из этого, он определяет цену, которая будет предлагаться за товар фирмы на модболисты на рынке. Однако спрос нелинейный, и мы можем с вами его по задаче построить. И вопрос, который мы ставим здесь, нужно определить долю возможной прибыли, которую недополучила фирма, вот используя упрощенную модель спроса. Итак, наша задача имеет четкую последовательность. И нужно сказать, что баллы, которые вы получали за любое корректное решение, были полными. То есть схема решения могла быть иной. Но тем не менее, понятное дело, для начала нужно было определиться с той функцией спроса, на которую полагался менеджер. И, соответственно, мы строили эту функцию линейного спроса. Этот шаг давал участникам до двух баллов. Затем на этой основе мы могли определить, какую же цену назначил менеджер, имея в виду вот эту вот линейную функцию спроса. Вы видите, что в решении, которое мы показываем здесь, мы предлагаем вам оптимизировать, найти максимум функции прибыли, беря производную. Но честно вам скажу, что сделали мы это решение, идя у вас на поводу. Не забывайте, что это задача для девятого класса, и она вполне могла решаться без всяких производных. Для этого достаточно здесь было построить функцию прибыли, увидеть в ней квадратичную функцию, возможно, заменив переменную, и справиться с нахождением максимума. Но так или иначе, тот или иной способ, он принимался. Мы только хотели, чтобы вы не забывали проверить условия, достаточные для максимума, то есть отметить про параболу ветвями вниз. Напомню, что штраф за отсутствие такой проверки составлял один балл. Но сам факт нахождения цены, которую назначил менеджер, или количество для этого стоил 2 балла. Затем мы наконец смогли найти нелинейную функцию спроса. Опять-таки по двум точкам. Вы видите на экране ее значение. Если вы ее нашли, вы получили 2 балла. И на этой основе мы можем определить фактическую прибыль фирмы, которую она получила, полагаясь на цену, которую предложил менеджер, исходя из представлений о линейном спросе. То есть при цене равном 12. Мы видим, что прибыль, которая будет получена, равняется 75. Но максимально возможная прибыль здесь совершенно другая. Для этого мы, конечно, должны с вами найти максимум прибыли, при какой цене, при каком количестве это происходит. Опять-таки вы могли это делать, находить максимум функции как с производными, так и без. Главное, чтобы это было сделано корректно. И затем на этом основании, получив цену и количество для оптимальной прибыли при нелинейной функции спроса, вы могли эту максимальную прибыль посчитать. Она равняется 100. Отсюда совершенно элементарно. Мы видим, что фирма получила 75 денежных единиц прибыли, а могла бы 100. Таким образом, она недополучила 25%. Я хочу показать вам все критерии по проверке этой задачи. Они достаточно просто распределяются. Вы видите, все эти шаги мы с вами рассмотрели, и схема проверки простая. Вы делали этот шаг, вы получали балл и двигались дальше. Фактически, если вы не сделали какие-то предшествующие шаги, вы могли не сделать последующие. То есть в каком-то смысле были наказаны сами собой. Единственные штрафы, которые мы использовали, как я уже сказала, это за отсутствие проверки на максимум. Ну и пару слов о типичных ошибках. Их, собственно, две, как вы видите. Не всем удавалось вывести нелинейную функцию спроса. И были участники, которые заморачивались на фразу о постоянной эластичности и пытались оттуда что-то извлечь. Но это вот в каком-то смысле получилось горе от ума. Ну и, наконец, довольно распространенная ошибка — неправильный расчет фактической прибыли. Когда для этого вы использовали не цену, основанную на линейной функции спроса, а количество. А ведь количество будет совсем другое при новой нелинейной функции спроса. На этом все. Спасибо.